слышите как журчит вода льется просто здесь приехала в лес вот так выглядит у нас июньский лес сплошная зелень красиво конечно но друзья грязь просто невозможная это меня угораздило приехать в лес я не собиралась но мне одна из моих зрительниц написала что конец июня и полно белых грибов пошло уже в лесу я знаю где у нас бывает растут белые грибы но вы знаете настолько сыро кругом текут ручьи во всех канавках журчат что сказать по правде слишком сыро вряд ли будут здесь грибы но прогуляться по лесу послушать эту тишину это просто чудесно у нас сегодня дождь перестал красота все таки я рада что я выбралась по лесу и вышла вот на такое вот поле она находится в лесу посмотрите как интересно и я вспомнила я никогда вам друзья не рассказывала попробую подойти поближе здесь конечно сыро жутко у нас дожди идут но я вот именно хочу вам показать как это все выглядит но вот посмотрите вы же знаете да что обычно здесь я вспомнила интересный интересный в связи с этим один рассказ историю хочу вам рассказать вы знаете так было классно это было когда я работала в архангельске когда я только-только приехала как молодой специалист город архангельск и мы ездили на изыскание участков по мелиорации я тоже об этом немножечко вам рассказывала и мы уезжали только начиналось лето где-то средина мая и до конца сентября 4 месяца то бывало и 5 мы находились постоянно в разъездах по всем районам архангельской области мне это очень нравилось я вызвалась сама я обожала лес грибы и ягоды все это всю эту природу ну и вот мы втроем три девчонки молодых специалистов маринка лера и я я гидротехник миллиоратор марина у нас была почвовед а лера у нас была агроном и вот мы ходили сами бродили у нас единственное что было с собой из каких-то инструментов это лопата для того чтобы рыть шурфы и мы ходили вот так втроем не боялись бродили у меня вот кто-то спрашивает а вы здесь не боитесь ходить да ну что вы друзья здесь абсолютно не страшно здесь все как на ладони ну не знаю мне не страшно здесь если только может ведьму испугаться а там конечно страшные были такие медвежьи углы что не дай бог вот как раз плесецкий район где было очень много свободного поселения вот этих вот зеков да и вообще знаете сами что у нас ссылали на север людей неблагонадежных так вот значит как-то приехали мы какой-то район даже не помню может даже и плесецкий идем это мы по лесу втроем вышли вот на такое поле а дождь моросит и не охота нам все равно несмотря на то что мы вроде в таких защитных комбинезон чеках там кстати в мае месяце и в июне было очень страшно там был этот энцефалитный клещ и мы специальную носили такую защитную одежду с резинками чтоб не дай бог не забрался энцефалитный клещ бывали случаи что кусал людей и вы знаете там же он этот потом укус он влиял на психику люди с ума сходили в общем не очень-то веселой истории но и мы увидели вот такое поле вдруг мы вышли на опушку как я сейчас решили пройти через поле через это потому что во первых не так мокро по кустам тут не бьешь и вся эта роса на тебя не сыпется и мы идем по этому полю бредем так вот и я смотрю что впереди я иду впереди я смотрю что такая впереди тропинка как бы протоптанная дорожка но не тропинка дорожка такая протоптана повалена это в разные стороны пшеница и знаете сбита роса и по этой прямо по этой дорожке вот такой интересно ну хорошо идти потому что роса уже сбита и не мокнут ноги я иду по этой тропинке по этой дорожке по по траве и девчонки сзади сзади меня головы мы склонили идем понуро бредем уже знаете нам по сторонам смотреть как-то даже уже и невдомек особо то мы прошли практически уже через все это поле а поле савсум кстати было вот прошли через все это поле и вдруг что-то я понурую голову свою поднимаю смотрю я вдаль а я вообще-то без очков вдаль плохо вижу очки практически не ношу у меня близорукость но тем не менее я смотрю вдаль кто же это впереди там идет по этой проторенной дорожке и я смотрю друзья и не верю своим глазам идет вот переваливается медведь медведь огроменный красавчик хозяин леса друзья вы не представляете что случилось со мной как я испугалась во-первых просто вы знаете я как как будто меня пригвоздили я остановилась девчонки сзади на меня наткнулись ты чего я говорю тише вы посмотрите за кем мы идем и мы смотрим и этот медведь а медленно он идет есть этот овес овес молодой знаете мишки любят овес и мы дуры три идем за этим медведем единственное что нам в чем нам повезло что ветер был от медведя ветерочек к нам в лицо и медведь наверное все таки нас не почуял ну вот понимаете это страшное дело друзья как это было страшно я вот даже как-то и не могла никогда представить что бывает такой животный страх во рту у меня появился такой металлический привкус я вот почему-то замечала много раз если пугаешься то у меня такое впечатление что я железных гвоздей насосалась привкус просто металлический не знаю почему может быть кто-то знает этот такой феномен может объяснить ну вот и короче мы развернулись конечно же на 180 градусов и мы припустили в общем бежать сломя голову вперед на перегонки обгоняя друг друга потому что мы понимали что одной лопатой мы от него не отобьемся если что в общем не дай бог он за нами погонится то мы конечно убежать не сможем друзья это кошмар я вот сейчас кстати стою вам рассказываю стала озираться по сторонам потому что мне тоже страшно и вот мы выскочили мы выскочили с этого поля опять нам через лес бежать но мы уже не выбирая никаких тропинок и дорожек мы прямо на пропалую помчались зная что где-то тут должна быть деревня неподалеку и мы бежали на не знаю наверное минут десять не останавливаясь мы неслись как сумасшедшие и уже мы услышали там шум деревни там машины работали какие-то петухи трактора вот весь этот шум такой деревенский гам мы немножко при приостановили свой бег но тем не менее все равно рстой рстой мы добежали в эту деревню забежали вот и короче были напуганы страшно прибежали в эту деревню ну а мы же как бы сами по себе мы общались с главным агрономом иногда нам давали кого-то сопутствующего проводника а иногда знаете говорили что им некогда и отправляли нас одних у нас были карты очень хорошие кстати карты и мы ориентируясь по этим картам ходили искали эти участки у нас была также машина уазик и единственный их мужчина в нашей вот этой экспедиции был это шофер наш они у нас каждый год менялись потому что что-то желающих особенно не было мы вот втроем ездили постоянно так вот мы значит прибежали стали рассказывать пришли в этот по моему вправление совхоза вот стали рассказывать что так и так что же вы нам не сказали что у вас там медведи бродят просто вот так вот в открытую это такой кошмар и ужас мы едва убежали ну и тут уже значит мужчины там мужикисты пришли слушают нас и говорят ой надо же а мы его уже который день выслеживаем это пришла сюда из соседнего района медведица и с ней медвежонок пистун пистун это годовалый медвежонок ну вот он еще не взрослый такой подросток пистун называется ну и они говорят вы наверное этого медвежонка пистуна видели хорошо что он был без мамы своей медведицы иначе вам бы было не убежать в общем знаете история была интересная я не забуду этой встречи с медведем он конечно был от нас метров пятидесяти как бы считается вдалеке но по моему так очень близко и при том вы же понимаете что он же был не в клетке он был на природе на живой но мужики местные стали сразу у нас спрашивать расспрашивать покажите на карте на каком поле вы его видели где вы его видели потому что мы хотим его поймать ну и мы конечно показали эту поляну где мы встретили медведя этого пистуна но потом что-то даже и пожалели потому что я думаю медведь в принципе нам ничего плохого не сделал они его наверное хотят поймать убить я уж не знаю хотела еще вам рассказать одну историю жуткую но вы слышали да что у меня обрякнул уже телефон камера моя села кончился заряд друзья поэтому еще одну жуткую историю я вам расскажу в следующем видео а сейчас я с вами прощаюсь всего вам доброго еще увидимся пока пока